Здравствуйте! На Десна-ТВ время новостей в студии Ксения Бьюшкова. Смотрите в этом выпуске. Еженедельное рабочее совещание в администрации. Полностью заготовлены реагенты, песок, соль, инструменты и техника. Поэтому, в принципе, мы готовы к приближению снежной погоды. Конкурс профессионального мастерства сотрудников акционерного общества «Атомоохрана». Впервые на нашей базе проводится конкурс профессионального мастерства нашего акционерного общества «Атомоохрана». Мы рады принять гостей со всей нашей необъятной России. Закрытие турнира «Планета баскетбола. Оранжевый атом». Турнир очень хороший. Мне здесь очень понравилось. Очень хорошее условие. Площадка на все 5 баллов. 26 ноября прошло очередное рабочее совещание городских служб. О готовности города к зиме, эпидемиологической ситуации не только. Далее в сюжете. Началось совещание с торжественного события. Не секрет, что преподаватели Десногорска – одна из гордостей «Атомграда». Это знают и в других регионах России. Так, благодарственным письмом награждена Надежда Чернышева, учитель физической культуры средней школы номер 4 Десногорска. Заслуги преподавателя отметил начальник департамента образования Ивановской области. Выражаем вам благодарность за подготовку команды, ритма и активное участие в межрегиональном фестивале «Школьный команд». Мы за здоровый образ жизни, который проходил у нас в Ивановской области с 15 по 20 сентября. Поздравляем. Текущая городская ситуация отмечена продолжающейся вакцинацией от гриппа. Благодаря этому повышение числа заболевших граждан не зафиксировано. Одна из главных городских задач – подготовка к предстоящей зиме – успешно выполнена. Все многоквартирные дома обслужены и готовы к холодам. Своего часа ждет и специальная техника. Полностью заготовлены реагенты, песок, соль, инструменты и техника. Поэтому, в принципе, мы готовы к приближению снежной погоды и, в принципе, несению зимнего периода. Вопрос бездомных животных предстоит решать как области, так и Десногорску. Такую задачу поставил губернатор Смоленщины Алексей Островский. В связи с этим в Десногорске в ближайшее время состоится собрание ответственных по этому вопросу лиц. Вопросы, касающиеся финансирования, они будут включаться в 20-й год. Например, в областной бюджет это точно. Поэтому надо было бы посудить вопросы. А в культурной жизни города состоится торжественное мероприятие. 3 декабря, ко дню неизвестного солдата, на Кургане Славы возложат цветы и венки. Время проведения мероприятия – с 10 до 12 часов. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна-ТВ. Специалисты Россельхознадзора советуют не приобретать мясо диких животных с рук и в местах несанкционированной торговли. Употребление в пищу такого продукта почти наверняка приведет к нежелательным последствиям. Как минимум, заражение таким паразитарным заболеванием, как трихинеллез. Нередко этот недуг может иметь крайне тяжелые для больного последствия. Чтобы обезопасить себя от подобных паразитов, необходимо покупать мясо у проверенных производителей и специально отведенных для этого местах. В этих случаях мясо на прилавке уже прошло все необходимые ветеринарно-санитарные экспертизы, в том числе и термическую обработку. В целом, за 2019 год каких-либо особо опасных инфекций в реализуемом мясе на территории Смоленщины не выявлено. Объекты госкорпорации «Росатом» защищают сотрудники акционерного общества «Атомохрана». Они обязаны быть профессионалами своего дела, ведь от них зависит безопасность уникальных сооружений. Уровень подготовки таких специалистов оценили на конкурсе профессионального мастерства. Владение специальными приемами, боевым оружием, физическая и психологическая подготовка – обязательные требования к сотрудникам охранного предприятия «Атомохрана». Как и в любом деле, здесь тоже есть настоящие профессионалы. Выявить их призван очередной конкурс специальной подготовки. Сегодня на заключительный этап конкурса прибыли работники, которые победили на двух предварительных этапах. И сегодня они нам покажут свои умения и знания по специальной, огневой, физической и медицинской подготовке. На протяжении двух дней с 20 по 21 ноября учебно-тренировочный городок Смоленской АЭС стал местом спортивного азарта и здоровых амбиций. Всего 18 профессионалов, по три человека из каждого межрегионального управления ведомственной охраны, сокращенно МУВО. Эти сотрудники оказались лучшими на двух предварительных этапах – в своих отрядах, а затем в управлениях. Дальше команда «Огонь», клапан застегиваем, оружие злика, направляем в сторону стрельбы. Соревнования проверяют у специалистов те навыки, которые в большей или меньшей степени, но обязательно связаны с их прямыми обязанностями. Это стрельба на меткость, теоретическая, медицинская и физическая подготовка, способность к концентрации и выдержке. Впервые на нашей базе проводится конкурс профессионального мастерства нашего акционерного общества атомоохраны. Мы рады принять гостей со всей нашей необъятной России. Такие мероприятия проводятся с 2013 года. На этапы в Десногорске прибыли сотрудники со многих областей России. География расположения объектов, которые находятся под защитой атомоохраны, очень обширна и охватывает 37 субъектов Российской Федерации. Среди профессионалов есть место и представительницам прекрасного пола. За исключением физической подготовки у женщин те же нормативы, что и у мужчин. Финал мероприятия, второй день соревнований – это не только радость победы. Это еще и время анализа своих сильных и слабых сторон и готовность к работе над ошибками. Конкурсы довольно серьезные. Мастерство нужно профессиональное. Конкурсам очень довольны. Есть к чему дальше стремиться. Лучше работать, лучше получать больше знаний. Вряд ли куда-то попали, я считаю. Покажет судейство. По результатам судейства первое место в командном зачете было отдано межрегиональному управлению ведомственной охраны номер 2. А его сотрудник Юрий Германов из Десногорска занял достойное второе место в личном зачете. Соперниками Юрия были 17 человек. Все организовано по высшему разряду, благодаря начальнику отдельного 218-го отряда Агафонову Виктору Николаевичу. Кстати, хочу спасибо большое сказать замначальника отряда 218-го Сотникову Денису Вячеславовичу и старшина Маштакова Евгения Александровича, которые подготовили меня к этим соревнованиям. Участникам далеко не все нормативы удалось выполнить на отлично. Тем не менее, судьи отметили отличительную особенность нынешних соревнований. Впервые за 7 лет все конкурсанты выполнили упражнения по стрельбе на хорошо и отлично. Удастся ли добиться таких же результатов по другим дисциплинам, будет известно в следующем году. Конкурс профессионального мастерства акционерного общества «Атомоохрана» проводится ежегодно. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна-ТВ. Несмотря на то, что спорт и спортивный образ жизни набирают популярность год от года по-настоящему массовым, это явление назвать пока все-таки нельзя. Изменить ситуацию поручил президент Российской Федерации Владимир Путин. Ответственным ведомством он поручил разработать меры стимулирования тех работников, которые занимаются спортом. Это относится ко всем трудовым коллективам любой организации в стране. Как именно будет стимулироваться забота работника о своей физической форме, пока не сообщается. Но известно, что при необходимости инструктор по спорту даже появится в штате организации. За это предприятие получат некоторые налоговые послабления. Подробности такой полезной инициативы будут известны к 1 октября 2020 года. В числе баскетбольных событий Десногорска появилось еще одно – турнир «Планета баскетбола Оранжевый атом», который проходил в Атомграде с 21 по 22 ноября. Подробности заключительного дня далее в сюжете. В турнире приняли участие 6 команд. По результатам группового этапа в стыковых матчах боролись за 5-е место команда из «Орла» и «Красная звезда» из «Калуги». Уверенной победой добилась калужская команда со счетом 49-32. Лучшим игроком в составе победителей стал Денис Карпунин. В «Орловской» команде Даниил Алдошин. После поражения в полуфиналах в матче за 3-е место встретились хозяева площадки «САЭС Юниор» и «Тимирязевская-2006». Первая половина проходила на равных, но затем московская команда уверенно наращела преимущество и одержала разгромную победу 80-33. Лучший игрок «САЭС Юниор» Никита Масальцев, лучший в команде «Тимирязевская-2006» Павел Колобков. В финальном матче сошлись «Руна-баскет» и «Тимирязевская-2007». Матч проходил на равных, но «Руна-баскет» сумела добиться преимущества к концу игры. Счет 68-51. Лучший в составе «Тимирязевской-2007» Роман Никифоров. В составе чемпионов лучший игрок Владимир Москаленко. МВП турнира «Планета Баскетбола» его самым ценным игроком стал Григорий Веселовский из «Руна-баскет». Турнир очень хороший, мне здесь очень понравилось. Очень хорошее условие, площадка на все 5 баллов. И, честно говоря, то, что я выиграл МВП турнира, это сногсшибательно. Я, честно, не ожидал. По итогу игры «Предестал» был занят гостями из Москвы. Первое место – «Руна-баскет», второе – «Тимирязевская-2007», третье – «Тимирязевская-2006». «САЭС-юниор» из Десногорска на четвертой позиции. За ним расположился клуб «Красная звезда» из Калуги. Замыкает таблицу команда из «Орла». Нашим ребятам, нашим баскетболистам в Десногорске, в моей команде, было полезно принять участие и играть против хороших, сильных команд. Они увидели, в чем нужно прибавлять, я увидел, в чем нужно прибавлять. И я думаю, это полезный опыт, такой неоценимый. Даже проиграли, неважно, результат, главное, получили хорошую игровую практику. И я думаю, уже в скором времени мы хорошо потренируемся, поработаем и уже в ближайшее время мы еще сильнее прибавим. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна-ТВ. Нашумевший случай кражи картины «Архипакуинжи» с выставки в Третьяковской галереи, который произошел в конце января, вынудил правительство пересмотреть вопрос безопасности таких предметов искусства. Так, в российских музеях внедрят технологию меток для защиты экспонатов. В высокотехнологичное оборудование уже поступают выставочные залы. Первыми технологию опробуют «Эрмитаж», Третьяковская галерея, Пушкинский и Русский музей. В дальнейшем технология появится во всех музеях страны. Об этом заявила вице-премьера России Ольга Голодец. В целом, вопросами комплексной безопасности учреждению культуры будет заниматься специальное подразделение при Министерстве культуры России. В конце выпуска о погоде. 28 ноября в Десногорске пасмурно, небольшой снег. Температура днем около нуля, ночью до минус двух. На этом выпуск завершен. Больше интересного на нашем сайте desnadefiz.ru, а также в наших официальных группах, в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. В студии работала Ксения Вьюшкова. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»